Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 марта. И вот сегодня пришел вопрос на канал YouTube, которым интересовались и раньше многие, и в прошлом году. У меня уже было видео по этому поводу, но видео было теоретическое, я просто рассказывала на словах. Сейчас я вышла в огород, в реальный, и покажу вам. Вот Ольга Потихина спрашивает, на каком расстоянии поставить теплицу вторую, параллельно уже имеющейся. Теплица 8-метровая, вот точно такая же ситуация, как у меня. У нас теплица вот эта вот была одна, а эту мы еще приставляли. Вот когда я писала статью, и есть видео прошлогоднее, я говорила, что достаточно... Вот видите, тень от теплицы вот здесь кончается. Вот она. Вот это расстояние отступать обязательно, потому что если вы ближе придвинете, то тень с этого поликарбоната, с этого, то и теплица будет очень темно вот этим рядам. Если особенно вы притеняете, притяненная эта сторона, притяненная эта, и два слоя поликарбоната, это слишком много. Но тут же дело не только в тени. Ладно, тень. Потом между двумя теплицами будет сваливаться снег сюда, и если будет маленькое расстояние, то снег быстро заполнит его, и будет оставаться наверху на теплицах, и они могут обрушиться. Это вторая причина. А третья, почему у меня так широко. Вот смотрите. Если бы я отступила вот такое расстояние, ну это мало, конечно, смотрите тень в это, ну короче, в то время, когда у вас самая большая тень, вы наблюдаете целый день. Вот такое расстояние я отступила бы, это было бы мало. Во-первых, и снег неудобно откидывать. И вообще, что сюда потом посадить? У вас останется вот этот проход, если вы мало оставите расстояние, он бесполезный. Здесь и неудобно вскапывать, и неудобно что-то садить. Я так, ну это только мое мнение, я решила так, что если уж оставлять пространство, значит нужно это пространство как-то использовать так, чтобы мне была польза. Я высчитала, сколько будет занимать вот два ряда томатов по двер, и вот это расстояние отступило. И еще с учетом, раз я выращиваю рассаду, с учетом, что до томатов на этом месте я могу поставить тоннель, вырастить рассаду, а потом высаживаю томаты. Поэтому вот если отвечать на вопрос Ольги, то я могу сказать так. Вы ориентируетесь на свои интересы, что вы хотите. Или вы хотите, у вас так много земли, что вы хотите просто, чтобы тень не накрывала соседнюю теплицу, и чтобы удобно было снег счищать. Или вы хотите здесь что-то расположить, тогда какое-то будет другое расстояние. Вот такое широкое, как у меня, расстояние не обязательно иметь. Если, например, вы рассчитаете, что здесь у вас будет маленькая, тоненькая такая грядочка метровая стандартная, то можно было бы эту теплицу вот так сюда пододвинуть. Так, раз, два, вот два с половиной, три метра достаточно даже через шур. А у меня здесь, видите, как, во-первых, у меня тут, учитываем, завалинку подсыпаем. Если на фундаменте теплицы, то такую ширину завалинки не надо. С этой стороны же завалинка, тут у меня клубника растет, очень широкая завалинка. Потом я высчитываю дорожка с этой стороны, дорожка с этой стороны, потому что мне нужно к томатам подходить. Вот, у каждого расстояния будет, конечно, разное, но минимальное расстояние – это длина тень, который откидывает вот эта теплица. И, конечно, не забывайте про снег. Если вы живете в сибирском регионе, как я, снега выпадает очень много, и нам даже вот этого расстояния иногда еле-еле хватает, потому что он падает сюда, падает, ну, в смысле, как скатывается, скатывается. И иногда бывает зима, что до самого верха вот этот весь проход, вот эти съехавшие снежные лавины тут лежат. Все. Я как смогла ответила на этот вопрос, но еще раз говорю, что, наверное, каждый будет тут свои интересы какие-то, что садить. Может быть, оставить, если у вас много земли, вообще просто проход технический. Но так как у меня все технические проходы засажены, я всегда заранее рассчитываю, как я буду использовать вот это расстояние между теплицами. Все. Желаю всем так расставить свои теплицы, чтобы было и удобно, и полезно. Все.